Муза Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи. У меня всегда была страсть к ней. И, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве. Брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями, закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка на башмаках, грязно-серые гедры, я их особенно ненавидел. Небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика, и это как бы про себя занятно, занятно. Несомненные успехи. Жил я на Арбате, рядом с рестораном Прага, в номерах столицы. Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми и с богемой. И молодыми, и подрепанными, но одинаково приверженными бульярду и раком с пивом. Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его артистически запущенная, заваленная, всякой пыльной бутафорией мастерская, это сумрачная столица, памяти осталось непрестанно валить за окнами снег, глухо гремят, звенят по арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане. Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование. Был я тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и подворенные фотки несло сыростью мокрого снега и дождя, не по зимнему цокали по постовой подковы, и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул «Кто там?», но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул, опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил. У порога стоит высокая девушка с серой зимней шляпки, в сером прямом пальто, в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах, под шляпкой блестят капли дождя и снега, смотрит и говорит. «Нет, я консерваторка, музык-граф. Слышала, что вы интересный человек и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью. «Очень больщен. Милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. Во всяком случае, дайте мне войти. Не держите меня перед дверью», сказала она, все так же прямо, смотря на меня. «Польщены, так принимайте». И, войдя, прямо передо мной, стала снимать шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом планилевом платье, села на диван, шмыгая, мокрым от снега и дождя носом, и приказала, «Достаньте из пальто носовой платок». Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги. «Я вас видела вчера на концерте Шуры», безразлично сказала она, сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумение, что за странные гости. Я покорно снял один с другим ботики. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах. Волновало соединение ее мужественности со всем тем, женственно молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной красивой руке, во всем, что оглянуло, почувствовал я, стаскивая ботики из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить нескоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она, где и с кем живет, она ответила, от кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте, вы довольно красивы, а я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Причистинском бульваре, говорила она как-то неожиданно и кратко. Я опять не знаю, что сказать, спросил. Чаю хотите? Хочу, сказала она, и прикажите, если у вас есть деньги, купить яблок. Только поторопите, коридорного. Вы кажетесь спокойной, мало ли что кажется. Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложки, а съевший яблоко и выпив чашку чая, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя. Теперь сядьте ко мне. Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала губы, отстранилась, смотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловал. Старательно, долго. Ну вот, сказала она, как будто облегченно. Больше пока ничего нельзя. Послезавтра. В номере было уже совсем темно, только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные. Я, как во сне, слышал однообразный звук конок, цоканье копыт. Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге, сказала она. Никогда там не была и вообще очень неопытная. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле, вы моя первая любовь. Любовь? А как же это иначе называется? Ученье свое я, конечно, скоро бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены, ходили по картинным галереям, на выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился по ее желанию в старинную подмосковную усадьбу, где были построены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Я не ожидал и этого, дачи под Москвой. Никогда еще не жил дачником без всякого дела в усадьбе, столь непохожей в наши степные усадьбы и в таком климате. Все время дожди, кругом сосновые леса, то и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака. высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар. Все мокро, жирно, зеркально. В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малыми, как жилища под деревьями в тропических странах. Из соседей чаще бывал у нас некий заристовский, одинокий, бедный помечник, живший от нас верстак в дух. Щуплый, несмелый, недалекий и недурной музыкант. Зимой он был у нас чуть ли не каждый вечер. Я знал его чуть ли не с детства и сейчас привык к нему. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне и, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один. А где барыня, Дуня? Гулять ушла? Не знаю-с. Их нет дома с самого завтрака. Оделись и ушли, сумрачно сказала, проходя по столовой, не поднимая головы, моя старая нянька. Верно, к Завистовскому пошла, подумал я. Верно, скоро придет вместе с ним, уже скоро семь часов. И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул. Весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час с ясной и дикой мыслью. Да ведь она бросила меня. Наняла на деревне мужика и уехала на станцию в Москву. От нее все останется. Но, может быть, вернулась? Прошел по дому. Нет, не вернулась. Стыдно, прислуги. Часов в десять, не зная, что делать, я нашел, надел полшубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая, как нарочно, и он не пришел нынче. А у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть. Иду, скрипя по наезженному пути, блестят слева снежные поля, под низкой луной, свернул с дороги, пошел к жалкой усадьбе Завистовского, аллеи голых деревьев, ведущих по полю, потом въезд во двор, слева старый нищий двор, в доме темно. поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелая дверь, в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка. Тепло и темнота. Но темно и в зале. Викентий Викентьич, и он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в стройное окно. А, это вы? Входите, входите, пожалуйста. А я, как видите, сумерничаю, кородаю вечер без огня. Я вошел и сел на бугристый диван. Представьте себе, муза куда-то исчезла. Он проволчал. Потом, потом неслышным голосом. Да, да, я вас понимаю. То есть, что вы понимаете. И тот час тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, муза. «Вы с ружьем?» сказала она. «Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня». И села на другой диван напротив. Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. Хотел крикнуть, «Я не могу жить без себя. За дни эти колени, за юбку, за валенки, готов отдать жизнь». «Дело ясно и кончено», сказала она. «Сцены бесполезны». «Вы чудовищно жестоки», «С трудом», выговорил я. «Дай мне папиросу», сказала она Завистовскому. Он трусливо снулся к ней, протянул протсигар, стал по карманам шарить спичек. «Вы со мной говорите уже на «вы», задыхаясь, сказал я. «Вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты». «Почему?» спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу. Сердце у меня колотилось уже в самом горле. Било в виски. Я поднялся и шатаясь пошел вон. 17 октября 1938 год год.